Hello, hello, с вами Александр. Мы делаем быстрый тест номер два, quick test number two, уровень intermediate, книга English file. Первое, we are going to start with grammar. So, tick A, B or C to complete the sentences. Диадерик has worn, wore glasses since he was a child. Здесь мы используем present perfect и present perfect это глагол вспомогательный have или has и смысловой глагол в третьей форме. Number one, I lost my wallet when I was on holiday last year. I've been losing my wallet when I was on holiday last year and I've lost my wallet when I was on holiday last year. So, when you talk about the exact time in the past, time in the past, you need to use past simple, то есть когда вы используете конкретное время в прошлом, а конкретное время в прошлом это я потерял мой бумажник, когда я был на каникулах или в отпуске в прошлом году, когда это ответ на вопрос when, когда действие это произошло, когда я потерял бумажник, то вы используете past simple. Past simple of lose would be lost, lose, lost, lost. I've been losing тогда, когда вы говорите о периоде времени на протяжении какого-то времени, на протяжении какого-то времени, на протяжении которого происходило это действие. I've lost это действие, результат, результат, который случился по состоянию на сейчас. Например, вы идете домой, стоите перед квартирой, хотите ее открыть, но видите, понимаете, что нет ключей. И вы говорите, Oh my goodness, I've lost my keys, о боже, я потерял ключи. He is inherited, inherit означает получить наследство, унаследовать. He been inheriting, inherited. Been inheriting здесь не хватает, то есть нельзя просто been говорить, ведь можно сказать, вот, have been losing, например, или he has been inheriting, has здесь не хватает, если это present, perfect, continuous. Так, a lot of money when his grandfather died, то есть когда это действие случилось, он унаследовал много денег, когда, когда его grandfather, father это отец, grandfather это дедушка, когда его дедушка умер, то есть когда его дедушка умер, он много унаследовал денег, a lot of money, поэтому здесь будет past simple, past simple окончание ed. Number three, she had, had a bank account for five years now, she has had a bank account for five years now, she have had a bank account for five years now. Грубейшая, грубейшая опция это сказать she have, потому что будет либо she has, потому что he, she, it будет has, I, you, we, they будет have. Смотрим, здесь будет has либо had. She had a bank account for five years now, здесь у нас есть временной такой промежуток на протяжении 5 лет по состоянию на сейчас, то есть если мы нарисуем вот такую прямую, то по состоянию на сейчас это вот здесь будет, это present, это настоящее, и скажем, что этот отрезок вот это пять лет вот по состоянию на сейчас, то есть она имеет банковский счет, аккаунт это счет на протяжении пяти лет, вот сейчас, now. Как мы скажем, мы скажем используя present perfect, потому что по состоянию на сейчас, то есть это актуально сейчас, поэтому используем she has had a bank account for five years now. Пожалуйста, не смущайтесь тем, что здесь есть had, это третья форма глагола have, иметь, и все, просто здесь have, иметь, мы ставим have в третью форму, а has это вспомогательный глагол, то есть они никак не пересекаются, просто так случилось, что вспомогательный have может быть и смысловым глаголом, и вспомогательным глаголом. В этом случае вот present perfect, он всегда будет вспомогательным, сто процентов, а смысловым иногда может быть смысловым, потому что если вы хотите сказать имеет, что делает имеет, конечно же, вы используете глагол have, да, и в третьей форме будет had. She has had a bank account for five years now. Number four. I've been playing football, это present perfect continuous, мы говорим о деятельности, которая происходит в какой-то период, то есть я играю в футбол по состоянию на сейчас, потому что have been playing, это present, have здесь не had, а have. Если бы вы использовали past perfect continuous, то это бы означало, что вы играли в футбол до конкретного момента в прошлом, на протяжении какого-то времени, то есть всегда perfect continuous, это акцент на действии, которое происходило на протяжении какого-то периода, то есть классический вопрос, это как долго. How long, например, have you been waiting? Как долго ты ждал? How long have you been waiting for me? Например, I've been playing football when I was six years old, since I was six years old, for I was six years old. For здесь нельзя сказать, почему? Потому что for мы используем с периодом каким-то, for five years, например, на протяжении пяти лет. I've been playing football for five years, так можно сказать. Since здесь нельзя сказать, почему? Потому что since это с какого момента? Вот, например, скажем, вот вам было пять лет, и вы с этого момента играете в футбол по состоянию на сейчас. Вы можете сказать I've been playing football, но чтобы сказать с пяти лет, нужно сказать немножко не так, как здесь написано. Since I was five, since I was five, since I was five, since I was five. А здесь, подождите, стоп, 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 I've been playing football since I was six years old. Правильно, можно, да? Since I was five, здесь six, поэтому давайте вот пять на шесть меняем. Since I was six, и years old мы можем говорить, years old, сокращаться, кстати, вот W-O, две буковки, years old. Да, все нормально. Years old вы можете за скобки убрать, просто сказать since I was six, с шести лет. Либо же вы можете сказать полностью since I was six years old. Главное не использовать, вообще не говорить без old и сказать years. Вот так нельзя сказать since I was six years и поставить точку здесь. Тогда years, years без old нельзя использовать. Если можно сказать либо since I was six, либо же можно сказать since I was six years old. То есть years old, они идут в связке, нельзя их, их либо мы используем years old, либо не используем. Нельзя одно выкинуть и написать years, это не будет правильным. Поэтому since это будет правильный вариант здесь. I've been playing football when I was six. Это когда мне было шесть. Здесь не говорится с шести лет. Здесь говорится, когда мне было шесть. Вот здесь не пять, а шесть нужно написать. Вот шесть. Дальше number five. Have you ever, have you yet, have you before to South America? Запомните, ты когда-либо был в Южной Африке. Мы говорим в Южной Африке. Но в английском языке будет have you ever been to, been to, побывал в, будет been to, been to, предлог. Запоминаем предлог to. Have you ever been to, have you ever been to. Запомните вообще эту конструкцию, ты когда-либо был. И используйте эту have you ever, когда-либо будет ever, have you ever been. Yet используется в отрицательных и вопросительных предложениях. Например, вы можете сказать, спросить, например, have you done your homework yet? Ты уже сделал свою домашку? Уже в вопросительных предложениях. Если это отрицательное предложение, то будет еще нет. Еще нет. I haven't done my homework yet. Я еще не сделал домашку. Before это до. Have you before been? Как бы, да, ты до этого был в Южной Африке, но так нельзя сказать, потому что до чего именно? До чего, нужно сказать до чего, до какого момента. Здесь нонсенс получается. Have you ever been to South America, sorry. Почему я слова не дочитаю? South Africa, South America, Южная Америка, не Африка. Извините, пожалуйста. Number six. Have you been painting? Have you painted? Have you painted? There is blue paint in your hair. Опять классический такой вариант, когда у вас два предложения, и второе предложение вам подсказывает, что поставить вот здесь, в первом предложении. Часто какое-то действие, которое происходило, оно приводит к какому-то результату, и результат у нас просто на лицо, виден этот результат. Например, такое классическое предложение. Мальчик приходит, он весь грязный, и мама спрашивает. What have you been doing? Она будет спрашивать. Present, perfect, continuous. What have you been doing? То есть, что ты такое вот делал, что такой запачканный весь? What have you been doing? What have you been doing? Это классический такой пример, как здесь классический пример. То есть, что-то кто-то делал, что blue paint, синяя краска, на твоих волосах. Смотрите, мы скажем на твоих волосах, они говорят in your hair. Мы спрашиваем, ты что рисовал? У тебя синяя краска на волосах. Have you been painting? Это present, perfect, continuous. Have you been painting? There is blue paint in your hair. То есть, поняли, да? Почему так? Потому что у нас есть какой-то результат на лицо, что-то мы видим, не то, кто-то запачканный, кто-то уставший, например. И мы спрашиваем, ты что, вообще не спал? Ну, нет, нет, здесь не будет. Ты что, вообще не спал? Например, человек уставший. И мы можем спросить, have you been working all day? Ты что, весь день работал? Без отдыха? Have you been working all day? You look tired. Or have you been working all night? Ты работал всю ночь? Present, perfect, continuous. Всю ночь происходило действие по состоянию на сейчас. И это действие, оно привело к какому-то результату. Так, хорошо. Number seven. It's eleven a.m. Сейчас одиннадцать часов утра. A.m. Это когда вы ам кушаете. Первый, когда проснулись и едите. Это будет ам, ам, скажи ам, да? A.m. Утро. А п.m. Это уже вечер. То есть после полудня. A.m. Это до полудня. П.m. Это после полудня. It's eleven a.m. And I did, I've been doing, I've done half an hour of work this morning. It's eleven a.m. And half an hour of work this morning. Здесь нужно подумать. Смотрите. Half an hour of work. Сейчас одиннадцать часов. И сегодня утром. Хорошо. Будет. Смотрите, какие варианты. Did – это прошедшее время. Но здесь прошедшее точно не будет. Потому что this morning, как бы сейчас, сейчас, можно сказать, еще утро. Это одиннадцать часов. Это не прошедшее время. И мы выбираем. I've been doing. I've been doing – нет. Тоже не подходит. Как бы я делал получасовую работу. Наверное, я сделал получасовую работу. Но хочется сказать, что I've been doing – нельзя откидать. Потому что half an hour of work – это как бы период времени. I've been doing half an hour of work. Half an hour of work this morning. Я делал получасовую. I've been doing half an hour of work this morning. Да, здесь не так все просто. Вот мне кажется, half an hour of work – это как кусок работы. То есть я проделал получасовой кусок работы. И есть результат. Если есть результат, это будет present perfect. То есть, понимаете, я не говорю, что я работал полчаса. I've been working for half an hour. Тогда было бы стопудово. Как бы... Present perfect continuous. It's eleven a.m. And I've been working for half an hour this morning. Но это this morning меня немножко заставляет думать, что возможно будет did. Но did здесь не может быть. Потому что this morning – сейчас this morning. Это будет какое-то present время. Потому что если у вас... Вы сейчас находитесь в утре. То есть это утро. 11 часов – это утро. Понимаете? So it's eleven a.m. And I've done half an hour of work this morning. То есть сейчас 11 часов, и я уже проделал кусок работы half an hour, получасовой, этим утром. То есть я думаю, I've done будет. Напишите в комментариях, как вы считаете. Как вы рассудите здесь. Number eight. Can I speak to Peter, please? Могу ли я поговорить с Петром, пожалуйста? Sorry, he's just ever yet gone out. А после фэс означает has. Он только что вышел. Go went gone. Третья форма. То есть только что будет just. He has just gone out. He has just gone out. You look tired. Вот, вот опять, опять, друзья. Вот это. There is blue paint in your hair. Have you been painting? То есть ты что рисовал, красил, что ты делал, что у тебя краска синяя в волосах? You look tired. Так же и здесь. То есть есть результат на лицо, какой-то результат на лицо от какого-то продолжительного действия. You look tired. Что ты делал? Что ты такой tired? What have you been doing? Вопрос. What have you been? Здесь нет, поэтому здесь не подходит. What you have? Нет. Это вопрос, поэтому what have you been? А дальше уже будет субъект. What have? С помогательный глагол субъект. Видите, с помогательный глагол have, потом субъект и been doing, ставим глагол. Number 10. Why is he asking for money again? Почему он опять ask for, просит что-либо? После ask используется for. Почему он опять просит денег? I, I've lent, это present perfect, по состоянию на сейчас, то есть сейчас я ему одолжил, вот, да, я ему одолжил, я как бы говорю. Но lent или lend, two days ago, two days ago, это прошедшее время, конкретное, то есть время, это время, когда действие произошло. Всегда, когда мы говорим, когда действие произошло, мы не можем использовать present perfect. То есть, вот мы не можем present perfect использовать. Если было бы так, что здесь нет two days ago, у нас, why is he asking for money again? Почему он опять просит денег? I've lent him 50 pounds. Я ему одолжил 50 фунтов. I've lent him 50 pounds. Why is he asking for money again? Тогда, возможно, present perfect идеально подходил. Но, так как у нас здесь время, когда, всегда, когда у вас есть время, time, то present perfect не будет, потому что present perfect делает акцент на самом действии. So, present perfect focuses on, не на действии, а на факте, что что-то произошло, что-то случилось, есть результат. Я поремонтирую велик. Вот, посмотрите, он поремонтирован. Он рабочий, может ездить и так далее. I've fixed my bike, for example. Здесь же у нас конкретное время в прошлом, поэтому будет lent. Lent. Я одолжил ему 50 фунтов два дня тому назад. Number 11. I haven't finished my exams. Я еще не закончил мои экзамены. Already, yet, soon. Здесь отрицание. И в отрицаниях, если я говорю еще нет, я использую yet. Еще нет, значит yet. I haven't finished my exams yet. I've got two more next week. Number 12. How long have they been? Already be going out together. Классика вообще, друзья. Классика здесь. How long? How long? Протяжение. Если мы говорим о протяжении действия, на протяжении какого времени происходит или происходило действие по состоянию на сейчас, мы используем present perfect continuous. How long have they been going out together? Present perfect continuous. Been going out together. Почему been здесь появляется, как вы думаете? Потому что continuous имеет глагол be, вспомогательный, и глагол с окончанием ing. Вот это вам present continuous. Но это не простой present continuous, а золотой. Почему? Потому что у нас не present continuous, еще у нас present perfect continuous. Поэтому от perfect у нас есть have. И после have мы ставим глагол в третью форму. А какой, друзья, мы в глагол третью форму поставим? Это глагол be поставим. Потому что он попадает под нашу раздачу. Have been. Получается всегда have been. Это present perfect continuous. Have been и глагол с окончанием ing. Но это я разобрал логику. Логику вам не нужно запоминать. Вам просто нужно запомнить форму. Present perfect continuous будет have been всегда. Или has been. То есть have или has been doing. Вот. Number thirteen. Paula has borrowed, has been borrowing a lot of money when she was a student. То есть когда Paula была студенткой, она одолжила много денег. Или одолжила много денег. Has been borrowing. Это настоящее время. То есть present perfect. Я имею в виду present. Настоящее. Present perfect continuous. Но здесь у нас есть отсылка к прошедшему времени. То есть когда это действие происходило. Это действие происходило. Либо же произошло, когда она была студенткой. Paula has borrowed. Has borrowed. Это тоже present. Но не present perfect continuous. Это present perfect. Present perfect. Настоящее перфектное действие. То есть как бы она сейчас это сделала. Результат налицо прямо сейчас. She has borrowed. Есть факт. С того, что действие произошло. Has borrowed. She has borrowed a lot of money. Но мы же говорим, когда она это сделала. Поэтому используем borrowed. Это прошедшее время. Number thirteen. When did you go? When have you gone? When you went? On holiday to Thailand. То есть когда ты ездил в отпуск в Таиланд. Go. When. When. Когда. Если у вас вопрос когда, сразу же не думая, не глядя, можно ставить past simple. Two years ago. Два года тому назад. When. Это вопрос, поэтому используем для past simple did. When did you go? Это подходит. Чудесно. When did you go? Потому что did используется перед субъектом. Вот вам, пожалуйста, субъект. Это не did используется. Это вспомогательный глагол любой. Используется перед субъектом. И потом уже центральный смысловой глагол. So when did you go? On holiday to Thailand. Не. When have you gone? Потому что have you gone? Это вообще не то. Это have you gone? Это present perfect. When present perfect не используется. When you went? Здесь потеряли вспомогательный глагол did. Поэтому не подходит. Number fifteen. She hadn't saved enough money for a car. She hasn't saved enough money for a car. She has saved enough money for a car. То есть здесь два отрицания и утвердительная форма одна. Но нам нужно прочитать второе приложение, чтобы понять здесь отрицание или нет. Потому что has в принципе можно сюда поставить. И hasn't можно сюда поставить. И... Ну, hadn't нет, наверное. She needs another five hundred euros. Окей. Ей еще нужны пятьсот евро. То есть, значит, она недостаточно накопила денег. Save — это копить, собирать. Enough — достаточно. Она недостаточно. То есть будет... She hasn't saved enough money for a car. Present perfect. То есть, по состоянию на сейчас я могу сказать, что... She hasn't saved enough money for a car. Результат. Недостаточный результат. She needs another five hundred euros. Number sixteen. We've spent... We've been spending... We've spent far too much on our holiday last year. Так. Мы слишком много потратили на наш отпуск в прошлом году. В прошлом году мы говорим in, как бы last year. Но здесь не нужно говорить in last year. Просто мы говорим last year. Поэтому любое время, которое имеет perfect, present perfect или present perfect continuous, оно автоматически не подходит, потому что мы говорим конкретное время в прошлом, когда действие произошло. То есть, называем время. Мы говорим о времени, не о результате. So, we spent far too much on our holiday last year. Number seventeen. How much money did you earn last month? How much money have you earned last month? Or how much money do you earn last month? Last month. Опять мы говорим о времени. Поэтому используем past simple. How much money did you earn last month? Сколько денег ты заработал в прошлом месяце? I haven't seen her since last summer, for last summer, until last summer. How is she? То есть, for на протяжении какого-то периода. Last summer – это не период. For last summer нельзя сказать. For last summer. Так нельзя сказать. Until last summer. Until до прошлого лета. Нет. Потому что haven't – это не past simple. Это present perfect. То есть, я ее не видел. По состоянию сейчас. С какого момента, since или на протяжении какого периода. Но last summer – это не будет с for использоваться. Используется since. How is she? Как она? We've been living in this house. Мы жили в этом доме. We've been living in this house from, since, or for four years now. То есть, мы живем в этом доме. Вот present perfect continuous. У нас действие происходит на протяжении четырех лет. Уже сейчас. For four years now. На протяжении будет for four. На протяжении четырех лет. По состоянию на сейчас. Now. Would you like a cup of tea? Вы бы не хотели чашечку чая? No, thanks. Нет, спасибо. Я только что won. One – мы меняем, чтобы не повторять слово tea. Точнее, чтобы не повторять вот существительное a cup of tea, я могу заменить на слово one. Вот это не обязательно это существительное. Мы можем заменить любые другие существительные. Если, например, множественное было бы число, мы бы написали ones с с. Но здесь a cup of tea – это единственное число. Мы используем one. I've, I have. Уже есть у нас have. Поэтому have не нужно здесь. И just используется не перед have. У нас есть have. Первый вариант не подходит. Had just – это прошедшее время. Поэтому… А здесь would you like a cup of tea? Это настоящее. Как бы сейчас. Настоящая ситуация. Ты сейчас хочешь чашечку чая? Поэтому не подходит. I've just had. Я только что выпил одну. I've just had one. Так, следующая у нас лексика. И, друзья, я вас попрошу подписаться на канал. Смотрят люди без подписки. То поддержите канал. Подпишитесь. И я буду вам благодарен. Tick A, B, O, C to complete the sentences with money words. Нужно тикнуть A, B, O, C, чтобы дополнить предложение, используя money words, слова на тему денег. Could I borrow 10 pounds until tomorrow, please? Могу ли я одолжить у тебя 10 фунтов до завтра? Land. Смотрите, как можно различать land. Это на букву D оканчивается. Поэтому land – это давать. Когда вы даете. Вы даете кому-то. Или вам кто-то дает. Именно дает вам деньги. Либо вы даете. Но когда у вас берут. Или вы берете. То есть вы у кого-то занимаете деньги. Занимаете деньги. Могу ли я занять 10 фунтов? Занять. То есть от слова B брать. Брать на B. Вы берете. Вы берете. Или у вас берут. Это будет borrow. А когда вы даете, то вот land на букву D оканчивается. Значит, D давать. So borrow. Правильный вариант. My parents have just finished paying their bill, salary, mortgage on their house. Когда говорим ипотека, ипотека mortgage. Могич. Могич. Билл – это счет в ресторане, например. Билл. Либо же счет за коммуналку, воду, газ, свет. Тепло. Salary – это закплата. I want to invest, raise, earn some money. So I'm looking for a high interest account. То есть человек хочет что? Непонятно, что он хочет, если честно. Инвестировать, raise. Raise – это собрать. Собрать, как-то найти деньги на какую-то цель. Часто используется raise money for some good purpose, like charity for charity. То есть собрать деньги на благотворительность. Raise money точно здесь не подходит. Давайте мы вычеркнем. I want to invest some money. So I'm looking for a high interest account. Earn – заработать. Ну, окей, наверное, когда вы ложите тупо деньги на депозит, это называется инвестицией, поэтому я хочу инвестировать, поэтому мне нужен счет с высокой процентной ставкой. A high interest account. High interest. С высокой доходностью, да, с высоким процентом. Процент – процент, но здесь interest – это процент, когда мы говорим о доходе. Number three. Here is the money you lent, you borrowed, you owed me last week. Thank you. Так, вот деньги, которые ты… You borrowed. Если borrowed – это брать. И мы будем говорить тогда, вот деньги, которые ты взял у меня. Но borrow – we borrow from. После borrow используется предлог from. Borrow – взять у кого-либо. From somebody. Вот, здесь не подходит. Borrowed from. Потому что from нет. Here is the money you owed me. Ты мне был должен. Here is the money you owed me last week. Нет, так нельзя сказать. Owed me last week. Last week тут не подходит. Потому что быть должным – это не конкретное время. То есть здесь будет lend me. Lend me – одолжил. Lend. Изначально слово lend – давать. Поэтому вот эти деньги, которые ты одолжил мне на прошлой неделе. Lend me last week. Thank you. Типа спасибо тебе, что одолжил. Вот я тебе их возвращаю. Here is the money you lent me last week. Thank you. Number four. This ring isn't cost a lot of money. Isn't afford a lot of money. Isn't worth a lot of money. But I love it. То есть это кольцо не стоит много денег. Но мне оно нравится. Я его люблю. So this ring isn't cost нельзя сказать. Потому что cost – это глагол do делать. Это не глагол быть. Поэтому do – поэтому мы будем отрицание делать с помощью вспомогательного глагола do. Does – doesn't cost. Например. This ring doesn't cost a lot of money. Afford – это позволять себе. Например. Я не могу позволить себе купить Ford. I can't afford to buy a Ford. Afford – имеется в виду бренд машины. I can't afford to buy a Ford. And worth – это стоит. This ring isn't стоимость. Isn't worth – даже не стоит много денег. But I love it. Но мне он нравится. Но оно, кольцо, нравится. I bought this book yesterday. Bought – видите, как классно используется с yesterday. Мы говорим о времени. Поэтому используем past simple. I bought this book yesterday. It – 20 pounds. It spent. Она потратила. It cost – она стоила. It charged – оно списало. 20 фунтов. Здесь будет cost. То есть книга. Мы меняем слово книга. Так книга – это не он, не она. У них это и есть it. Как бы оно. Книга – оно. It cost 20 pounds. We can't charge. We can't afford. We can't earn to spend. Sorry. To send. Тратить our four children. Send. Какое тратить? Send – это отправлять. To send our four children. Отправить наших четырех детей. To private school. Private schools in the UK are super expensive. They are super expensive. Super, super expensive. So, we can't afford позволять. Эфорт будет позволять. Вот как я говорил вам. Вам afford to buy a food. I can't afford. Я не могу позволить себе to buy a food. После afford используется to. То есть инфинитив с частицей to. Инфинитив – это простой глагол. Видите? To send. Как в словаре пишется. We managed. У нас получилось. Запомните это слово. To manage – это получаться. So, we managed – у нас получилось. Что получилось? To get – получить. Get – получать, доставать, становиться кем-то, чем-то. So, we managed to get a loan – это займ. Займ – loan. Mortgage – ипотека. Or check – to buy a new car. То есть у нас получилось получить займ, чтобы купить новую машину. Вот это будет правильный вариант. Дальше делаем B. Tick – A, B, or C. To complete the sentences with the missing prepositions. Здесь передологи. Передоги – это самое страшное, что есть в английском языке. Это самое-самое как бы сложное, потому что нужно много комбинаций знать этих передлогов. Но сейчас посмотрим, как они используются. We have intermediate level language. У нас средний уровень английского языка, поэтому здесь не будет супер-купик. Что-то сложное. Смотрите и давайте разбираться. She spent 500 euros on. То есть spent on. Можете себе небольшой словарик завести, вот писать их. Spent on – тратить на. She spent 50 euros on new shoes yesterday. Она потратила 500 евро на новые шузы вчера. Number eight. I want to take ten pounds off, buy out of this cash machine. But it only has 20 pounds. Здесь мы не будем говорить pounds, потому что 20-фунтовые, то будет 20-pound notes. Нет, 20-пounds – это 20 фунтов. А 20-фунтовые какие? Здесь нельзя S-очки ставить, потому что это прилагательные будет. Прилагательные – не использовать S. То есть вы не можете сказать два зеленых стула. Two greens chairs. Вы просто скажете two green chairs. То есть 20-фунтовые банкноты. 20-pound notes. Нет, 20-pound notes. 20-pound notes. Папа, I want to take ten pounds out of, out of, is, out of. То есть вот of очень сильно помогло здесь. Out of, is, чего-либо out. Take it out of the box. For example, my cat is in the box. Can you take it out of the box, please? Number nine. My brother borrowed, b, b – это брат, значит, он у кого-то занял. Ten pounds from, by, to me, last month. So, помните, я здесь рисовал где-то вам, что borrow, занимать будет from. Вот from, после borrow используется from. Это брать у кого-либо. А давать кому-либо будет land to. Land to – направление движения. Кому вы даете land to somebody, да, land – одалживать кому-либо. Land to somebody. А borrow – брать, занимать у кого-либо будет borrow from somebody. Давайте напишу borrow from somebody. Borrow from somebody. So, my brother borrowed ten pounds from me last month. Okay. Number ten. It isn't a good idea to get for debt, into debt, on debt. To get into debt. Это нужно запомнить тоже. To get into debt. Это влазить в долги. He paid for dinner, in cash, for cash, by cash. Тут нужно вспомнить. To pay for dinner in cash. Будет наличкой. In cash, no, by credit card. He paid for dinner, он заплатил for dinner, in cash, наличкой, in cash, no, by credit card. Number twelve. The hotel charged me, то есть списал с меня, взял с меня 25 евро. За что? For, of, from. For, for a two-minute phone call. Смотрите, помните, я говорил, что здесь нельзя сказать 20-фунтовая банкнота, 20-pound notes. Нужно сказать a 20-pound note. Также здесь вот это правило. То же самое. Видите, у нас за двухминутный звонок. Но здесь не две минуты, нет, нет, two minutes, а двухминутный какой-то adjective. Когда у вас есть adjective, то мы не добавляем эсочки. A two-minute. Еще и вот это деш стоит. Вот как она называется. Рисочка вот такая. A two-minute phone call. Number thirteen. Tina still hasn't paid me. То есть Tina все еще не заплатила мне. Hasn't paid me with. Paid me back. Paid me up. The money I lent her. То есть она еще не вернула мне деньги, которые я ей одолжил. I lent her. Or lend her. Lend her. Что меня смущает? Lend something to somebody. Смотрите, чтобы тупо ставить, здесь нужно одолжить что-либо кому-либо. He lent this bike to me. Когда her or his просто будет без two. Tina still hasn't paid me back. Paid me back заплатила назад. Paid me back. Ну, то есть вернула деньги. Tick the synonyms of the adjectives. Very small. Tiny. Terrified. Enormous. Very small means tiny. Minuscule. Yeah. Minute. Маленький. Very dirty. Очень грязный. Furious. Это злой, яростный, filthy, грязный, hilarious. Oh, this is hilarious. Это просто... Ржу, не могу. Hilarious. Filthy. Грязный. Very dirty. Very angry. Positive. Это позитивный. Oh, I'm positive. Я уверен в этом. I'm positive about this. Starving. Голодающий. И furious. Furious. Свирепый. Very angry means furious. Very pleased. Очень довольный. Delighted. Amazed. Amazed. Потрясён. Delicious. Вкусный. Delighted. I'm delighted to meet you. То есть я рад встретиться. Это будет delighted. Very hungry. Очень голодный. Будет terrified. Starving. О, boiling. Terrified. Напуган. Starving. Голодающий. И boiling. Это... Boiling hot. То есть кипящее. Жакки говорят. Boiling hot. Когда слишком жарко, они говорят it's boiling hot. То есть аж кипит жарко так. So very hungry. Не terrified будет, а starving. Starving. Тут голодающий. Very big. Boiling. Awful. Ужасный. Кипящий. И enormous. Громадный. Enormous. Very funny. Positive. Hilarious. Будет very funny. Very cold. Boiling. Amazed. Freezing. Freeze. Freezer. Это магазинник. Very cold. Очень холодный. Будет freezing. Freezing cold. Now. Shopping. Promise. Clothes. Which word has a different sound? Какой звук? Какое слово имеет отличительный звук? Dollar. Cost. Sold. Dollar. Cost. Sold. Будет sold. Sold. Dollar. Cost. Sold. Sold. Win. Won. Honest. Honest. Is this a? Is this a? Is this o? Number three. Done. Loan. O. E o. O. Это быть должным. Done. Worth. Order. Afford. Worth. Store. Work. Organized. Store. Work. Er. Is this er? I say o. Store. O. Store. Organized. Одинаковый звук. Which is the stressed syllable? Какой слог под ударением? Tick. A, B, O, C. Exhausted. Exhausted. Второй слог. Exhausted. Здесь смотрим. Furious. 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 Первый слог под ударением. Седьмое. Enomous. 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 You could say enormous. Enomous. Very big. Enomous. Number eight. Positive. 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 So the first syllable is stressed. Number nine. Delighted. Delighted. So the second syllable is stressed. And number ten. Terrified. 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 So terrified. The first syllable is stressed. Так, друзья, на сегодня все. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.